Можно ли превратить дома, в которых не горят окна, помойки, на которых слоняются бездомные кошки, машины, которые заставили нам все дворы не войти, не выйти, мрак, депрессию и всякие-всякие нехорошие вещи в произведения искусства? Вот не об этом ли будем сегодня говорить на выставке Николая Черятьева? Я знаю, что примерно на выставке, потому что знаком немного с автором, знаю его работы, мне кажется, что это очень интересный прорыв в изобразительном искусстве, именно современное понимание живописи, интересный подход, и я думаю, что этот художник будет популярным, интересным и очень востребованным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы договорились, я буду играть роль плохого копа, я Клим Вадимов, а Вадим Климов сегодня будет добрым полицейским или артопологетом. Итак, артопологет задаст первый доброжелательный вопрос. Мне кажется, что давно в Петербурге назрела идея и назрела вообще разговор об изобразительном искусстве с точки зрения именно изобразительного искусства живописи, а не высказывания. Вот твоя выставка – это как раз один из ярких примеров. Что для тебя сегодня, скажем, самое важное в живописи? Прежде всего, чувство, да? Чувство эстетика, понимание, что ты делаешь. Если ты берешься за живопись, так или иначе, надо через, я думаю, все-таки там многое пройти. А что для тебя самое главное высказывание в этой выставке? Ну, это состояние. Состояние, может быть, и не особо приятное и хорошее, да? Из этой меланхолии, как мы с тобой договорились, что это меланхолия, а не депрессия, ты нашел выход, и самое интересное, что показываешь, что он есть, этот выход. Все вещи, которые вообще в искусстве даже взять находятся, есть находки, да? Ну, получается, их нельзя объяснить. То есть они объясняются только через время, да, через прошедшее какое-то там временной отрезок. Поэтому какие-то, ну, допустим, для меня вещи, они были странные. То есть я не знаю, откуда это взялось, да, вот, но... И не сказал бы, что это мне нравится, да, но проходит какое-то время, то есть я понимаю, что почему бы и нет, почему бы там не оставить это. И... А как это произошло, я могу... Я не могу себе это объяснить. Я, ну, реально не могу объяснить. Николай, а не преувеличение называть как преамбуле к экспозиции то, что вы сделали духовным подвигом? Ну, какой духовный подвиг? Я сейчас... Рассуждать мне не хочется о каких-то возвышенных, да, каких-то вещах. Пусть этот вопрос будет риторический. Но вы же все-таки комнатный художник, поэтому это ночь, этот мрак, это гегелевская феноменологическая ночь, которая рождает чудовище. Это все-таки такая для вас комфортная работа за собственным мольбертом или столом? В сути, если так рассуждать, кто я, ну, я, наверное, одиночка все-таки, да. Как уже говорил, что, так или иначе, я всегда в работах остаю какие-то, ставлю акценты, точки, да, на надежды какие-то, вот, изменения чего-то. В лучшую сторону, в плохую, это неважно. И в ночных пейзажах, почему время, да, ночи, это, ну, во-первых, самое спокойное, да, умиротворяющее время, когда, по сути, люди спят, нет энергии вот этой вот человеческой, да, она чуть-чуть засыпает. Еще такой вопрос семиотического свойства. Вот сравнивая разные оттенки черного, как ни странно, я нахожу, что, скажем, Рембрандтовский темный, он такой теплый, и он в действительности не черный. А у вас это, скорее, как, да, собственно, сажа газовая, такой чистый природный черный цвет, не персиковый черный, а не составной черный. И поэтому такой черный ядовитый, черный какой-то обволакивающий, это так и задумано, что черный здесь такой пугающий цвет, а не теплый. У меня присутствует только, может быть, там, в пару работах, где я использовал чисто черный. Честно говоря, я просто первый раз, когда вот включили это освещение контрастное, я многие работы первый раз посмотрел, ну, как смотрел на первый раз на свои работы, потому что то, как я видел их, да, там, в своей мастерской, скорее всего, больше их чувствовал, да. То есть я выдавливаю краску, я знаю, как оно, то есть я вслепую, можно сказать, это все делаю. Я надеюсь, как бы, что работы мои не только будут любить, а может, кого-то и отталкивать, да. Ну, такие были высказывания, то есть они вроде нравятся, но это, как бы... Ну, над кроватью себя не повернут, да. Ну, да, да, нет. Ну, я желаю тебе большого успеха и в искусстве, и коммерческого успеха, потому что это все вместе, это все едино, это не может быть, рецепт. Мне очень нравится выставка, так что успехов тебе. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот эту депрессию из Петербурга прямо самое время экспортировать. Да, депрессию превратить да во что-то еще продаваемое, такой-то ненужный никому товар. Поэтому очень любопытно вот эту меланхолию, депрессивность петербургскую. Когда мы сегодня разговаривали о Балабановщине там, например, вот у Балабанова, она серенькая его меланхолия, она не темная, не страшная, она такая серенькая, немножко сепия такая коричненькая. А этот такой серьезный, вот. И такого еще никто не показывал. Мне еще показалась, что эта ракушка в воде такая метафора арт-объекта, которая присутствует только в своей среде в качестве арт-объекта. А стоит его извлечь, вот как камешек из воды, он сразу тускнеет. Или как медузу, которая превращается в комок слизи. Примерно, да, примерно то же самое, наверное. Хотя вода дает ей некий блеск, она все равно будет работать, эта ракушка. Но действительно, в воде она в своей среде. И вот он, видимо, тоже он в своей среде в мастерской. Он же не артист, как правило, он внутренне переживает, он сидит в мастерской и рассказывает все своему холсту. А тут ему нужно выйти на зрителя, который будет ходить и ковырять чего-то, и задавать вопросы. Художники очень редко умеют высказать, что они хотели изобразить. Это не их задача, а их задача нарисовать. А наша задача почувствовать, понять, объяснить себе, как зрителю это. Ну, а по лагету критики еще и хотят объяснить всем остальным. В рукописях раннего Гегеля читаем. Человек есть ночь, пустое ничто, содержащее все в своей неделимой простоте. Роскошь несчетных представлений и образов, ни один из которых не приходит к нему на ум со всей очевидностью. В фантасмагорических представлениях человека царит ночь. Человек есть смерть, проживающая человеческую жизнь. Не об этом ли нам говорит Николай Черятев на современной сегодняшней выставке? Не об этом, потому что в каждой его работе, если вы присмотритесь, есть свет обязательно. И есть место, куда можно выйти. Это или окно, или дверь, или то, освещенный за угол, завернуть. В нем обязательно есть надежда. А говорить о беспросветности в его искусстве нет, не стоит. Мы сегодня пришли к слову меланхолия. Ну и что?